всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать систему джекаса урок номер 29 в этом уроке я хочу вам показать что такое список желаний есть такое понятие в интернет-магазинах то есть в данный момент у нас уже есть этот список желаний как добавлять туда товара то есть если мы пройдем например внутрь какого-то товара у нас здесь есть такие ссылочки внизу они автоматически поставляются каждому товару список желаний что произойдет когда мы сюда нажмем у нас всплывает окно где мы можем перейти в список желаний или продолжить покупки давайте нажмем продолжить покупки и я вам покажу где этот список находится если вы выводили вот такое меню мой аккаунт то здесь уже как бы есть у нас список желаний вот он и здесь уже написано единичка один товар я добавил если мы заходим кликаем видим здесь наш весь список желаний прямо отсюда мы сможем либо совершить покупку в 10 нажав на иконку корзины или удалить из списка желаний нажав на крестик да и вот если я добавлю например несколько товаров значит он будет там находиться списком вот тоже список желаний можно перейти сразу ваш список желаний то есть попадаем на эту же страницу это вы уже скорее всего знали но здесь есть специальный модуль если вы где-то хотите в каком-то месте на сайте вывести такой список желаний отдельно давайте такой модуль установим переходим в админку нашего сайта переходим компоненты джейкасса как обычно мы переходим с вами инструменты расширения и почти в самом низу находим вот такой модуль здесь есть описание модуль отображает продукты которые были добавлен список желаний нажимаем установить установку нас успешно завершена переходим расширение модули вот наш модуль заходим внутрь сразу вы включаем например и можно вывести этот модуль то есть в принципе в любой позиции модули да то есть например вот здесь вот на главный точнее это даже нас не главное это у нас страница с продуктами у нас вот здесь достаточно пусто слева в колонке здесь в принципе можно вывести данный модуль Давайте найдем эту позицию, выбираем позиции слева, позиция 8, макет списка желаний, можно выбрать вертикальная, горизонтальная, иконка, выбираем вертикальная, потому что у нас это вертикальная позиция, текст пустого списка, можно написать, например, список желаний пуст, пустой список, выберите изображение, то есть, когда ничего не добавлено в список желаний, какая должна быть иконка, да, картинка, и не пустой список, то есть, на ваше усмотрение, можете добавить изображение, давайте попробуем сейчас вертикальный, потом посмотрим еще вот иконка, значок, привязка, выбираем только на указанных страницах, ставим, кликаем здесь нет, чтобы галочки везде снялись, и ставлю я на странице категории курсы по джуму, например, галочку отмечать, то есть, только на этой странице отображать данный модуль, ну, в принципе, пока все, давайте сохранимся, пойдем на сайт, обновимся, вот данный модуль здесь, джекаса, список желаний, список желаний пуст, давайте зайдем в какой-нибудь товар, добавим его список желаний, выйдем, сразу мы видим, здесь появляется первый товар в списках желаний, дальше добавим еще один, вот таким образом, да, примерно это работает, вот два товара у нас, можем прям с этого модуля перейти в сам товар или удалить его отсюда, да, из этого модуля, то есть, это то же самое, только это выводится именно там, где нам нужно, то есть, то же самое, что и я вам показывал на этом сайте в моем аккаунте, то есть, вот список желаний, ну, и давайте посмотрим горизонтально, как вообще будет смотреться, то есть, видите, как смотрится не очень хорошо здесь, потому что места не хватает ему, это где-то вот здесь вот позиция была бы, то есть, нам это не подходит, и еще посмотрим вот этот вариант, что он себе, то есть, вот такой вот вариант, значит, да, здесь, честно говоря, непонятно, видно, что два товара добавлены, почему здесь, а на английском, тоже непонятно, но нас, как бы, перебрасывает туда, куда нужно, и очистить все можно, ваш список желаний пуст, да, самый, наверное, нормальный вариант, если мы располагаем модуль в этой позиции, это, наверное, вертикально, вот такой вот получился урок, надеюсь, для вас он был полезным, интересным, если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком, и подпиской на канал, также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании под этим видео, на этом я с вами прощаюсь, и до нового видео! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга Тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент Возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС 3 года на рынке Молодой хостинг это очень важно. Онлайн поддержка на высоте Перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены мощные сервера Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45% а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую. Итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь субтитры